Мощный порыв. Разыгравшийся циклон наворотил дел по всей республике. За прошедшие сутки пострадали два человека. Стихия нарушила электроснабжение в 1917 населенных пунктах страны. Обесточено более 6000 трансформаторных подстанций, 171 ферма, 24 котельные. В Бобруйске только 29 июля поступило 19 заявок. В районе обстановка сложнее. Специалисты приняли 31 обращение. Ситуация на контроле энергетиков. В течение дня старались оперативно реагировать на все вызовы, на все просьбы и обращения граждан. И также оперативно все устраняли. По районам, опять же, это частный сектор. То есть, основной это частный сектор, то есть, частные домовладения. Опять же, район улицы Механизаторов, то есть, несколько вызовов было. Также на Черепичном, также Форштадт. В понедельник масштабы разгула стихии оказались более внушительными, чем в воскресенье. Основной причиной нарушения электроснабжения стали падение деревьев на провода и их обрыв, повреждение опор линии электропередач. Подразделения МЧС приложили все усилия для того, чтобы исправить ситуацию. За прошедшие сутки подразделениями Бобруйского городела по чрезвычайным ситуациям совершено порядка 17 выездов на оказание помощи ввиду непогоды организациями населению. Большее количество таких выездов касалось уборки опавших деревьев. По нашим данным, был один случай, когда пострадал человек, на который также выезжали работники МЧС и оказывали помощь сами люди, которые стали очевидцами данного происшествия. В разгар бури несчастный случай произошел на Советской возле второй детской поликлинике. В 4 часа дня на пенсионерку упало крупное дерево. Прохожие моментально среагировали и помогли женщине выбраться из-под веток. Оказали первую помощь, вызвали спасатели и скорую. Я ишла домой с работы, переходила дорогу и услышала треск, страшный треск дерева. Я немножко отскочила и повернулась левее, увидела, что мне показалось, что кто-то человек там стоял. Я быстро, когда оно уже упало, дерево, я быстренько подбежала и слышу голос мне, женщина говорит, помогите. Я ветки начала рвать это все, ехала вот здесь сразу машина, я махнула рукой, молодой человек быстренько подбежал, потому что там была очень большая ветка, я не смогла ее поднять. И мы вместе подняли. С травмами пациентку доставили в Бобруйскую центральную больницу. У женщины множественные ушибы мягких тканей, поврежден голеностопный сустав. Состояние пациентки стабильное, ближе к удовлетворительному. Человек возрастной, имеет еще массу сопутствующей патологии. Ей оказана первичная специализированная помощь, травматология, ортопедическая, осмотрена консилиумом врачей с участием терапевтов, нейрохирургов. Произведена закрытая репозиция переломом, наложены циркулярные гипсовые повязки. В дальнейшем планируется лечение в услугах нашего отделения. Уже в среду влияние циклона ослабнет, заверяет Белгидромет. Однако восстановительные работы продолжаются. Тем временем МЧС настоятельно рекомендует в непогоду ограничить выход из зданий, не прятаться под деревьями, за рекламными щитами и остановками. Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.